Далеко не все знают, что патологоанатом профессия многогранная. Ведь эти врачи занимаются в том числе и сложными лабораторными диагностиками, выявляют онкологические заболевания. С 40-х годов прошлого века сложнейшие процедуры делались вручную. В областной больнице представили комплекс оборудования, который в два раза сократит время по сравнению с традиционным методом анализа. Каждый день медицинский персонал отделения патологической анатомии областной больницы обрабатывает около 500 проб клеток и тканей. Здесь даже в шутку эту монотонную тяжелую работу называют творческой. В середине прошлого столетия для транспортировки материалов использовали обычные банки. Пока они еще сохранились, но скоро навсегда уйдут в прошлое, как и запах ядовитого формалина. Дело все в том, что ручная проводка подразумевает токсичное воздействие реагентов на здоровье лаборантов. И новая аппаратура, она для нас не просто долгожданная радость. И, конечно, у нас ощущение сразу появилось, что мы живем в новом веке. Стоимость комплекса для иммуногистохимической диагностики, которая не только избавит лаборантов от вредной работы, но и позволит в разы сократить время анализа, 21 миллион рублей. Это несколько немецких и итальянских аппаратов, на которых красуется известный даже непрофессионалом шильдик легендарного производителя оптики. Теперь анализ, например, заболеваний крови станет в разы удобнее. Раньше пациенты этого профиля вынуждены были брать свои препараты, блоки и ехать в столичные центры. И это было финансово емко, на самом деле, для того, чтобы им там, в онкологических учреждениях, в учреждениях гематологического профиля поставили диагноз. Теперь эта проблема решена. Диагностика рака молочной железы и различных детских патологий также под силу новому оборудованию. Многие неверно думают, что работа патологоанатома связана исключительно со вскрытиями уже умерших людей. По результатам 2014 года среди общего объема патологоанатомических исследований только 10% составляли вскрытия. В областной больнице этот процент был еще меньше в связи с тем, что крайне высока нагрузка именно по прижизненной диагностике. Когда у пациента взяли биопсию и нужно четко поставить диагноз, что это добро или зло, или это пограничное состояние. Сейчас часть специалистов, которые будут работать за аппаратами, уже прошли обучение. Другие уедут на стажировку в Петербург в ближайшее время. Так что в полную силу комплекс заработает к сентябрю.